Новый уровень сотрудничества. Си Дин Пин заявил о повышении статуса отношений между Китаем и Африкой. Мир Мьянме. Спецпредставитель китайского правительства посетил с визитом эту азиатскую страну. Всемирный день волонтера. Шанхайские альтруисты отметили праздник в домах престарелых. Здравствуйте, в эфире телеканала СССР. В студии Василий Паршута. И в ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем вам о событиях в Китае и мире. Си Дин Пин провел коллективную встречу с лидерами 17 стран Африки. Председатель КНР подчеркнул, что Пекин поддерживает мирный процесс в африканском регионе и выступает за самостоятельное разрешение проблем мирными правительствами. Си Дин Пин добавил, что Китай будет поощрять активное участие китайских предприятий в процессе индустриализации и модернизации в Африке. Пекин окажет африканским странам поддержку в поисках пути развития, соответствующего их реалиям. Председатель КНР также ознакомил руководителей африканских стран с экономической ситуацией в Китае, планами и концепциями, представленными на пятом пленуме ЦК КПК 18-го созыва. Руководители африканских государств, в свою очередь, выразили признательность китайской стороне за ценный вклад в развитие Африки. Они высоко оценили результаты сотрудничества и добавили, что рассматривают Китай как надежного друга. Председатель КНР и африканские лидеры готовы вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил Си Дин Пин в Йоханнесбурге. Повышение дипломатического статуса было инициировано главой китайского государства на церемонии открытия саммита в рамках форума сотрудничества Китай-Африка. На встрече высокого уровня приняты декларации и план содействия. Эти документы являются всесторонней программой будущего развития отношений между Китаем и странами Африки. По словам Си Дин Пина, новый этап дипломатических связей придаст импульс для обоюдного развития. Президент, мы собрались в Йоханнесбурге, и наш диалог призывался «Китай и Африка вперед рука об руку» – взаимовыгодное сотрудничество, совместное развитие. Мы составили всеобъемлющий план для развития отношений делового сотрудничества между Китаем и странами Африки. Мы также предложили новую стратегию для двусторонних отношений, разработали план сотрудничества, обменялись мнениями по международным вопросам и достигли полного единогласия. Все это придаст новый импульс для развития дружественных отношений, даст мощное духовное руководство и политическую гарантию для более глубокого партнерства. Китай готов стать важным партнером Африки и помогать развивать экономическую самостоятельность континента. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И. Серьезное намерение Пекина подтверждает тот факт, что страны уже начали совместные проекты. Построены индустриальные парки в трех странах Восточной Африки – Кении, Эфиопии и Танзании. Китайский дипломат также подвел итоги саммита в рамках форума по китайско-африканскому сотрудничеству в Йохан. Во-первых, на встрече утверждена концепция партнерства как взаимная братская помощь и взаимовыгодное содействие. Во-вторых, стороны согласились выйти на уровень всеобъемлющего стратегического сотрудничества. В-третьих, создан фундамент для китайско-африканских отношений – политическое равенство, экономические контакты, культурные обмены, поддержка в вопросах безопасности и солидарность в международных делах. Кроме того, определены 10 проектов для приоритетной реализации. Инициативы председателя КНР Сединпина по деловому сотрудничеству в сфере промышленности, модернизации сельского хозяйства, защиты экологии, увеличении инвестиций получили серьезную поддержку у африканских стран. Не учите жить, лучше помогите материально. Позиция многих стран Африки до недавнего времени была потребительской. Китайско-африканский форум в Йоханнесбурге продемонстрировал стремление континента стать равноправным членом мирового сообщества. Пример быстрого экономического развития показал Китай. Помимо инвестиций, Пекин предлагает новые технологии и развитие инфраструктуры, которые помогут Африке избавиться от постоянной финансовой зависимости от зарубежных спонсоров. Не просто дать денег, но и помочь их заработать. Эту позицию Пекина на китайско-африканском форуме оценили многие наблюдатели. Международный обозреватель из Пакистана Султан Хали внимательно изучил 10 совместных проектов, представленных Си-Дзинпином в Йоханнесбурге. Он заметил, что удовлетворив нынешние потребности стран континента, предложение КНР открывает перед Африкой возможности самостоятельного развития. Председатель КНР Си-Дзинпин выступает за всестороннее сотрудничество с африканскими странами, настаивая на концепции взаимного уважения. И это сотрудничество возможно не только на государственном уровне, но и в отношении простых граждан. Укрепление связей позволит повысить качество жизни народов Африки и благотворно скажется на окружающей среде. Именно в этом и заключается смысл концепции сотрудничества и взаимная выгода, которую представил председатель Си. Выбрать пути развития не с помощью оружия, а показав пример успешного развития. Отношения, основанные на равноправии, которых придерживается Китай, особенно важны для стран с нестабильной политической ситуацией. Афганский эксперт Харун Мир отмечает, что главным достижением форума КНР из стран Африки является повышение уровня сотрудничества. Пекин видит в континенте равноправного партнёра с большим потенциалом возможности. Чтобы помочь в становлении африканской экономики, китайские власти готовы выделить 60 миллиардов долларов. Я считаю, что 60 миллиардов долларов инвестиций очень важны для Африки. Можно сказать, что они станут толчком для развития африканского континента. Возьмите, например, сельское хозяйство. Если оно будет хорошо развиваться, то может стать основным ресурсом континента. Потому что Африка имеет уникальные климатические условия. Африка способна внести большой вклад в обеспечение продовольствием всего мира. Процветание Африки возможно только в условиях политической стабильности, отмечают эксперты. А что же касается экономического развития, то Китай уже показал пример быстрого развития. А сам форум в Йоханнесбурге доказал, что Пекин готов поделиться своим опытом. Джан Цюхун, Артур Валеев, СиСиТВ Высокую оценку всеобщим выборам в Мьянне дал во время своего визита в страну специальный представитель китайского правительства. Заместитель министра иностранных дел КНР Лю Чжэньмин посетил соседнее государство в начале декабря. Там высокого гостя из Китая приняли президент Мьянны Утхэнь Сейн, главнокомандующий армией национальной обороны генерал Мин Аунг Хлайнг и председатель федерального парламента Ушве Ман. Лю Чжэньмин встретился и с лидером оппозиции, председателем национальной лиги за демократию Аун Сан Суджи. Представитель КНР поздравил партию с победой на парламентских выборах 8 ноября. Глава китайской делегации заверил лидеров Мьянны в том, что Пекин намерен и дальше поддерживать добрососедские отношения и выразил надежду, что стратегическое сотрудничество обеих стран поднимется на новый уровень развития. В свою очередь, руководство Мьянны обещало содействовать процессу политического примирения и передать власть оппозиции мирным путем. На полях Парижского климатического форума Пан Гимун провел встречу со спецпредставителем Китая Сэ Чжэньхуа. Генеральный секретарь ООН высоко оценил совместную китайско-американскую декларацию по вопросам изменения климата. Документ был подписан в ноябре прошлого года и, по мнению Пан Гимуна, его принятие стало историческим и переломным моментом в деле борьбы за окружающую среду. А декларацию, которую приняли Китай и Франция в сентябре этого года, стала основой нынешней парижской встречи. Глава ООН выразил надежду, что КНР продолжит играть позитивную роль в климатических переговорах. Сэ Чжэньхуа отчитался о работе, которую проделала китайская делегация на форуме в Париже и подтвердил решимость своей страны добиться успеха по итогам климатической конференции. ЧП в лондонском метро полиция расценивает как теракт. Нападение произошло накануне вечером. Мужчина с криками «Это за Сирию!» напал на пассажиров с мачете. В результате пострадали три человека. Один находится в тяжелом состоянии. Представитель правоохранительных органов британской столицы заявил, что подозреваемый направлен в больницу, поскольку при его задержании был использован электрошокер. Отдел по борьбе с терроризмом начал расследование. Жители Лондона попросили сохранять спокойствие, но при этом проявлять бдительность. В городе сохраняется высокий уровень готовности к терактам. Великобритания усилит удары по террористической группировке «Исламское государство» в Сирии. Об этом заявил глава Минобороны страны Майкл Феллон во время посещения военной базы Акратирии на Кипре, откуда британская авиация совершает вылеты для нанесения ударов по оппозициям исламистов. Майкл Феллон также сообщил, что самолеты ВВС Великобритании нанесли удар по нефтяным месторождениям, находящимся под контролем экстремистов. Это уже вторая атака британцев. Министр обороны страны подчеркнул, что международное сообщество столкнулось с врагом нового типа, и поэтому операция королевских ВВС в Сирии не будет быстрой или простой. Для нанесения ударов будут применять беспилотники и управляемые ракеты. Главными целями станут инфраструктура боевиков и командные пункты. Напомню, 2 декабря парламент страны одобрил участие британских ВВС в операции в Сирии. Сразу после этого Лондон нанес первые авиаудары по оппозициям исламистов. Планета отметила Всемирный день волонтера. Эта дата посвящена достижениям добровольческой деятельности во имя экономического и социального развития. О том, как праздник встретили в Китае, расскажет наш корреспондент. 19-летний Орландо Маюги из Бурунди изучает китайский язык в университете Дунхуа. В свои юные годы студент уже волонтер со стажем. Он уже несколько лет участвует в различных движениях по защите экологии и преподает школьникам в сельских районах. А утро 5 декабря активист провел в доме престарелых, помогая медикам провести регулярный осмотр. Здесь он не только приобрел новые навыки, но и встретил долгожителей Сюн Юйсян и Джао Дамэй. Обоим уже за 100. Как и следовало ожидать, я был очень рад, потому что не каждый день встречаешь человека, которому уже больше 100 лет. Это было здорово. Когда мы, молодежь, стоим рядом и слушаем, как они разговаривают, мы даже не понимаем, о чем идет речь. Это люди совершенно другого поколения. Когда общаешься с ними, это совершенно иные ощущения. А вот 20-летняя Синди Чанг из Южной Африки, которая также учится в Шанхае, сегодня выступала в роли волонтера впервые, но не в последний раз. Я в Китае уже несколько лет, поэтому я чувствую, что должна отблагодарить эту страну. И для меня честь побывать здесь сегодня, повстречаться с настоящими долгожителями. Здесь, в этой комнате, можно почувствовать любовь. Они до старости сохранили это чувство друг к другу. Я никогда такого не испытывала. Я стояла у них за спиной, когда они разговаривали, и ощущала такое тепло в сердце. Вместе со студентами ухаживать за пожилыми помогали профессиональные медики. Они проверили их зрение и взяли кровь на тест. По словам офтальмологов, правильное лечение может остановить развитие катаракты и помочь пациенту в возрасте избежать потери зрения. Вот почему так важно проводить регулярно диагностику. Для нас это долгосрочная задача. Мы должны этим заниматься не только в День волонтёра. Мы работаем с домами престарелых и жилкомитетами, чтобы осматривать пожилых людей, особенно тех, кому за 80. В Шанхае зарегистрированы около полутора миллионов волонтёров. Они работают с 15 тысячами организаций. Абсолютно безвозмездно. Но местные власти активно ищут новые пути отблагодарить добровольцев за их деятельность. Ведь награда всегда приятна. Так волонтёрам предоставляются социальные льготы в сферах здравоохранения, юриспруденции и страхования. Ахмед Сулейманов, СиСиТВ И к этой минуте у нас вся информация. Вам желаем только хороших новостей. И до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!